Повлияет ли коронавирус на экономический кризис мировой и на экономику Украины? Потому что некоторые экономисты вдруг стали проводить какие-то такие параллели, и стоит ли волноваться на самом деле? Ну, волноваться никогда не стоит, потому что смысл. Мне нравится ваше олимпийское спокойствие, конечно. Сразу вспомнился ваш блог об Олимпиаде. Ну да, Олимпиада это то, что нам как раз нужно, особенно вместе с Лукашенко. Коронавирус, пока что, опять же, никто не готов ставить деньги, что это будет причиной кризиса в мире. Потому что где-то неделю рынки попугались этого, попугались, потом нормально, китайцы взяли все под контроль, благо это не Индия, а Китай, там, если что, всех расстреляют, и никто не заметит. Гуманно. Ну, китайцы, это их святое право расстреливать своих китайцев. Это шутка, я хочу сказать. Да, конечно. Во всякий случай, я подчеркиваю. И сейчас снова такие все индексы на исторических максимумах, все уже забыли эту историю, идут дальше. Уже забыли коронавирус? Да сегодня все газеты на первых полосах пишут, новый способ диагностики увеличился в геометрических масштабах. Прекрасно, геометрически все уменьшилось. Я сегодня все эти газеты, Ройтерс, первая статья сегодня просыпаюсь. Да, да, китайцы сегодня сказали, ой, мы неправильно считали, ну так получилось. Ну, они неправильно считали, когда была паника, утихомирили панику, а сейчас сказали, ну, бывает, а он неправильно посчитал, мы его уволили. Нормально. Ну, это китайцы, они так работают. И на самом деле этого от них многие люди ожидали. Но, опять же, никто сейчас не включает в цену никакую там рецессию в результате коронавируса. Да, возможно, еще вторая итерация, когда рынки это почувствуют, начнет выходить статистика. Потому что на самом деле же не так вирус, вирус мало кого волнует, волнует результат тех мер, которые направлены по борьбе с вирусом. То есть все эти экономические ограничения, которые возникли, которые влияют и на торговлю, и на производственные вещи и прочее. Но они же до сих пор существуют. Они до сих пор существуют, но просто вопрос же времени. Была же история с свиным гриппом, была с птичьим гриппом. Так или иначе, это было то же самое. А это тоже влияло, да? Вы помните? Да, да, это влияло, но незначительных фактов. Меньше, чем вот сейчас коронавирус. А никто не знает же как. А, еще снизу. Мы же посмотрим, мы увидим в конце года. Ну, на самом деле, в течение месяца будет выходить первая статистика, которая будет показывать данные промышленного производства Китая, торговой активности. Ритейл уже, наверное, сильно пострадает, потому что все сидят дома, никто не ходит по магазинам, никто не тратит деньги. Это проблема. Но, насколько масштабно, никто сейчас не знает. Поэтому, второй вариант, еще испуга, да, будет там, когда начнет выходить эта цифра. Но, пока что, на данный момент, никто вообще не закладывает, что это станет тем черным лебедем, который приведет к следующей рецессии. Вообще никто. Все на исторических максимумах, все счастливы, довольны, жизнь прекрасна, деньги печатаются, все зашибись.